Уже завтра в Риге поднимутся паруса духа. Это морская инклюзивная экспедиция. В команде есть люди с ограниченными возможностями. Отправиться в путешествие руководитель проекта полностью незрячий Олег Колпасчиков. С ним встретилась Анастасия Дьяконова и узнала, каково это не видеть препятствий. Это был первый морской опыт Олега Колпасчикова. В 90-х, когда ему было 20, мужчина потерял зрение в результате взрыва мины в спортивном комплексе. Он потерял зрение, но не утратил мечту о морских путешествиях. В итоге родилась идея экспедиции паруса духа. Экспедицию в команду морского судна набирают людей с ограниченными возможностями. Для людей с инвалидностью, для других людей, вот такие инклюзивные экипажи в море, они позволяют быстро прикоснуться к культуре друг друга, к сильным сторонам друг друга, активизировать сильные стороны, в том числе людей с инвалидностью. И после экспедиции в море, и люди с инвалидностью, и все участники становятся другими людьми, отлично социализируются, находят новую работу, женятся. То, что инвалидность не помеха в жизни, доказывает и сам Олег. На борту катамарана у него ответственная задача. Шестая экспедиция, стартующая завтра, продлится полтора месяца. Маршрут Рига-Калининград. Сперва было тоже очень, ну, не хочу сказать трудно, но необычно, да, это было необычно, но пройдя два экспедиции, мы поняли, что мы очень хорошо взаимосотрудничаем друг с другом, да, яхтсмены с инвалидами. И это и вся суть нашей экспедиции, чтобы мы не только жили вместе, но и работали вместе. Катамаран Ловер сделает несколько остановок в Северной Европе, и на борт поднимутся еще несколько человек, в том числе с инвалидностью. По словам Олега, самое сложное – уживаться в замкнутом пространстве, а к остальному можно приспособиться. Специально для таких гостей, как мы, у команды приготовлена маска, чтобы гости понимали. Ступеньки будут маленькие, и слева, справа обязательно держите, я снизу буду штрафовать. Но Олег на борту явно держится лучше меня и поддерживает других людей с инвалидностью, чтобы они не забывали о своих мечтах.